Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика. В сегодняшнем видео я расскажу вам про установку и подключение светодиодных точечных светильников с натяжной потолок. В видеоролике про монтаж электропроводки в ванной комнате я вам говорил, что для завершения всех работ мне лишь осталось установить на потолок точечные светильники. Но светильники не были своевременно приобретены, поэтому завершающий этап работ был отложен на неопределенное время. Напомню, что в ванной комнате планируется установить 4 встраиваемых светодиодных светильника на натяжном потолке. И 2 наружных светильника на настенном зеркале. Речь в данном видео пойдет исключительно о потолочных светильниках. На потолке была сделана разметка мест установки светильников, проложены соответствующие кабели и установлены закладные платформы диаметром 65 мм. Затем в ванной комнате было смонтировано полотно натяжного потолка. В местах размещения закладных наклеены термокольца, вот вы видите их, и прорезаны отверстия, через которые выведены кабели для подключения светильников. Термокольца необходимы для не только механической защиты от расхождения полотна, но и для защиты от воздействующего на него тепла от самих светильников. Хотя в нашем случае со светодиодными светильниками это полотно не грозит, так как температура нагрева светодиодных ламп и светильников обычно не превышает 50-60 градусов Цельсия, что вполне безопасно для натяжного потолка. Кстати, рекомендую посмотреть эксперимент, где я у различных ламп измерял температуру их нагрева с помощью тепловизора. И вот настал тот день, когда встраиваемые светодиодные светильники были доставлены на объект. Светодиодный светильник состоит из алюминиевого корпуса, покрытого белой краской, на котором имеются две крепежные пружинки для установки его в закладную платформу на натяжном потолке. Корпус одновременно является и радиатором, что позволяет гораздо лучше охлаждать светодиоды, но об этом я еще расскажу чуть позже. С виду светильники выглядят вполне качественно и достойно, хотя и были куплены на всем известном сайте Алиэкспресс. Ссылочка на них будет в описании под видео. Пробежимся по конструкции. В одной из своих статей я уже подробно останавливался на устройстве светодиодной лампы на 220 вольт. Можете перейти по ссылочке и ознакомиться. Наш же светодиодный светильник состоит из аналогичных компонентов. Это защитное стекло, рассеиватель, плата со светодиодом, алюминиевый радиатор, он же корпус с крепежными лапками. И светодиодный, или так называемый LED драйвер, то есть источник питания для светодиода. Разбирается светильник очень легко и просто, поэтому каждый компонент я покажу вам сейчас более детально. И чтобы разобрать светильник, необходимо открутить от радиатора верхнее основание с защитным стеклом. Откручиваем. Вот снимаем верхнюю крышку. Это у нас защитное стекло. Теперь нам открылся доступ к пластиковому рассеивателю. Убрав рассеиватель, открывается доступ к плате со светодиодом. На первый взгляд в этом светильнике установлен всего лишь один светодиод. Но на самом деле это не совсем так. Это новая технология под названием COP, или как переводится, Chip on Board. Вернее, как расшифровывается Chip on Board. А в переводе означает чип на плате. Эта технология появилась уже после распространенных светодиодов CMD, ну или CMD, что в переводе означает устройство с креплением на поверхности. Суть же технологии COP состоит в том, что на одной печатной плате, то есть это вот печатная плата, она же еще называется матрицей, размещается множество кристаллов. Без каких-либо теплоотводящих керамических подложек и корпусов. Кристаллы размещены прямо на печатной плате и расположены гораздо ближе друг к другу, нежели CMD светодиоды по отношению друг к другу. Все кристаллы соединяются между собой с соответствующими проводниками, а затем вся эта плата сверху покрывается слоем люминифора. То есть сплошной слой люминифора. Вот эта вот матрица с кристаллами или COP матрица светит равномерно и в ней практически незаметны отдельные светящиеся точки. Таким образом на выходе получается как бы один большой светодиод с равномерным световым потоком. Как видите, между кристаллом и радиатором гораздо меньше слоев, нежели у CMD светодиода, а значит и гораздо лучше осуществляется отвод тепла. В данном светильнике COP матрица установлена с помощью силиконовой пасты, вот здесь вот видно ее, непосредственно на алюминиевый корпус. Корпус играет роль радиатора для наиболее эффективного отвода тепла от кристаллов. Сколько именно кристаллов разместил внутри данной матрицы производитель, здесь остается только догадываться. Если с CMD светодиоды можно было хоть как-то отличить друг от друга по размерам их сторон, например есть светодиоды 30х30, 35х28, 50х50, 50х60, 57х30 и так далее, то с технологией COP такое не пройдет. У более крупных матриц еще указывают размер, общую мощность и суммарный световой поток, а вот у мелких матриц, как в моем примере, таких параметров можно и не найти. Поэтому, если вдруг выйдет из строя COP матрица данного светильника, то мне лишь придется подобрать ей замену именно по параметрам его питающего драйвера. Выходной ток драйвера составляет 300 мА и выходное напряжение от 18 до 36 В. Радует то, что светильник является вполне ремонтопригодным и в случае выхода из строя COP матрицы ее можно достаточно быстро заменить. Естественно, подобрав для замены аналогичную по параметрам матрицу. Светодиодный драйвер вынесен за пределы корпуса светильника и соединяется с ним с помощью разъема. Вот у нас отдельно наш драйвер. Согласитесь, что это очень удобно и опять же значительно облегчает замену в случае выхода его из строя. Ничего не нужно откручивать, отпаивать, отчелкнул разъем и произвел замену драйвера. Лично я считаю это преимуществом, так как в некоторых светильниках, чтобы добраться до драйвера, нужно вовсе распилить или разломать его корпус. Ну вот, плавно мы и перешли техническим характеристикам данного светодиодного светильника. Напряжение питания составляет 85-265 вольт. Мощность данного светильника составляет 9 ватт. Выходное напряжение драйвера 18-36 вольт, это я уже говорил. Выходной ток 300 мА. Световой поток светильника составляет, находится вернее в пределах от 630 до 900 люминов. Ну, будем считать, что самое минимальное значение 630 люминов. Индекс цветопередачи более 80. Возможность диммирования у данного светильника нет. Но, есть в продаже точно такие же светильники, только уже с поддержкой диммирования. Коэффициент пульсации 1%. Теплый свет у данных светильников от 3000 до 3500 кельвина. Срок службы 50 тысяч часов и более. Температура эксплуатации от минус 30 до плюс 50. И гарантия 3 года. Габаритные размеры у меня выбраны с учетом установки, закладные диаметром 65 мм. В настоящее время у меня нет прибора для измерения светового потока и коэффициента пульсации, который я использовал в своем эксперименте по сравнению ламп накаливания, компактной люминесцентной и светодиодной лампы по световому потоку. Поэтому эти замеры в этот раз я делать не буду. Также не лишним было бы зафиксировать и температуру нагрева с помощью тепловизора. Но пока тепловизор задерживается на поверке. Так что пока приходится довольствоваться малым. Это оценить, например, индекс светопередачи светильника. И то лишь только зрительным восприятием. Как видите, свет у него действительно теплый. Так, ну и перейдем к потребляемой мощности. Подключил я данный светильник к моему ваттметру. И как видите, потребляемая мощность данного светильника меньше, чем заявлено производителем. По показаниям ваттметра потребляемая мощность составляет всего 6,6-6,7 Вт, вместо 9 Вт заявленных. При этом коэффициент мощности светильника составляет 0,51, ну это косинус. А потребляемый ток 0,056 А. Схема подключения светодиодного светильника очень простая. Нужно всего лишь подать переменное напряжение питания 220 Вт на светодиодный драйвер. Для чего у него имеется два вывода, соответствующие стандартной цветовой маркировкой. То есть коричневый провод, это у нас здесь вот вход АС-ИН-Л, то есть сюда подключаем фазу. А синий провод, это вход АС-Н, сюда подключаем 0. Даже если вы вдруг перепутаете между собой фазу с 0 при подключении драйвера, то он от этого не сгорит, ничего не произойдет. Так как на входе схемы драйвера установлен выпрямительный мост. Разобрал показать вам еще драйвер. Вот это вход, вот приходит сюда вот. Вот он этот входной выпрямительный мостик. И с него уже плюс-минус ходит через конденсатор и схему. А это у нас сделан выход. То есть на выходе тоже стоит конденсатор. И уже уходит на разъем. Выходные провода обозначаются следующим образом. Красный провод, это выход DS-OUT, это плюс. И черный провод, это выход DS-OUT, это минус. Обратите внимание, что на корпусе драйвера наклейку с информацией наклеили немножко наоборот. То есть вот здесь вот написано INPUT, хотя здесь сделаны выходные, выход. А здесь надпись OUTPUT, как будто выход, но здесь на самом деле это вход. Но на самом деле ошибиться здесь трудно, так как выходные провода у нас подключены с помощью разъема непосредственно к светильнику. Все четыре потолочных светильника будут подключаться между собой шлейфом. Подключение светильников я буду осуществлять с помощью клемм ВАГА серии 2273. У драйвера питающие провода выполнены гибким проводом, а значит для подключения их в клемму ВАГА необходимо залудить или обжать наконечниками НШВИ соответствующего сечения. Согласно маркировке на проводах, сечение вот этих выводов составляет где-то 0,3 вроде как квадрата. У меня наконечники имеются сечением 0,5, самые минимальные. Я как делал, зачистил жилу немножко побольше, затем свернул очищенную жилу вдвое. И уже таким образом надел на нее наконечник. Так, ну и все. Нам осталось отжать. И готово. Ну вот, один у нас драйвер готов. Сейчас я проделаю то же самое с остальными. Подготовлю все четыре сетинника. Так, все, наконечники обжал. Сидят очень хорошо. Так, ну и сразу наденем на них клеммы ВАГА вот соответствующим образом. То есть полностью у нас будут готовы все четыре драйвера. Каждый проводник надел свою соответствующую клемму. То есть тройные клеммы. Кроме одной. Одна используется. Это вообще 773 серия на четыре жилы. Так, как у нас в одном месте три кабеля и плюс светильник. Так, ну а теперь перейдем к подготовке кабелей для подключения. Ну, для снятия внешней оболочки с кабеля я воспользуюсь ножом с пяткой от КВТ. Это нож МИ-01. У меня о нем есть отдельный очень подробный обзор. Мне неудобно держать одну руку и снимать. Поэтому сейчас сниму оболочку кабеля и покажу дальнейшие действия. Так, внешнюю оболочку с кабеля снял. Сейчас сниму изоляцию из жил с помощью своих клещей Книпикс 12-40-200. О них у меня также имеется отдельное подробное видео. Также помимо данных клещей у меня имеются клещи Вейкон Супер номер 5, о которых я не так давно вам рассказывал. Также имеются и отечественные МБ-1М и другие. В общем, сейчас снимаю изоляцию из жилы на расстояние примерно 11-12 мм. Так, изоляцию из жил снял. Почему на 11-12 мм? Это для подключения клемм ВАГа. В общем, сейчас подключу драйвер на соответствующие вот эти вывода. На третий ПЕ-проводник подключу просто клемму. Для драйвера не требуется заземление. Кстати, смотрите, еще очень удобно, так как драйвер отключается от самого светильника. И он достаточно легкий. Нет необходимости держать еще вместе с драйвером светильник, который бы утяжелял всю конструкцию. То есть, очень удобно. Сейчас все подключу и покажу вам. Ну вот, подключил. Еще раз напомню. Кабель белой жилы это фаза. Коричневая фаза на драйвер уходит. Синяя, белая, синяя это ноль. Синяя уходит на драйвер питания. И желто-зеленая жила это ПЕ-проводник. Все согласно стандартной цветовой маркировке проводов. Кому интересно, то можете посмотреть мое новое видео про цветовую маркировку проводов и шин. Там я рассматривал различные варианты, как однофазной сети, как трехфазной сети, так и сетей постоянного тока. Единственный момент, который мне не нравится здесь, так это то, что клеммы ВАГА висят у нас в воздухе. Хотя в ПУЭ, пункт 2.1.26, есть требование, что все соединения необходимо делать только в распределительных коробках. Есть, конечно, светильники и с закрытыми клеммами, но не в нашем случае. Таким образом, идеально у каждого бы светильника разместить распределительную коробку. А уже в ней делать вот эти соединения проводов, жил проводов. Задаю вам встречный вопрос, как вы размещаете данное соединение проводов за потолком. Скажу сразу, не нужно мне предлагать способ установки распределительной коробки над каждым отверстием светильника. В любом случае, доступ к той коробке будет недоступен из-за натяжного потолка. А соединения все должны быть доступны для осмотра, ремонта и эксплуатации. Поэтому, вот и задаю соответствующий вопрос. Как вы выполняете подобного рода соединения? Ну, чтобы драйвер не болтался там на проводах, тем более на гибких, я закрепил его непосредственно с помощью хомутов, стяжек хомутов, вот, соответствующим образом. То есть, он сейчас жестко крепится, вот, вместе с кабелем я его могу сейчас свободно перемещать. Ну, и осталось мне подключить на разъем светильник и приступать к установке светильника. Ну, вот, светильник подключил с помощью разъема к драйверу. То есть, сейчас я разожму пружинки, вставлю его в посадочное отверстие и готово. Светильник можно беспроблемно снять, потянув его обратно. То есть, у вас всегда будет доступ, как непосредственно к светильнику, к драйверу и самому месту соединения проводов. Ну, вот, установил светильник. Так вот он смотрится на потолке. Ну, в общем, подключение одного светильника я показал. Остальные светильники подключаются аналогичным образом. Поэтому я на этом устанавливаться не буду. Покажу уже потом готовый результат. Вот еще один расключил кабель. Вернее, здесь было три кабеля. Это один шлейф и один уходит на настенное зеркало. Сейчас буду подключать сюда опять через разъем светильник и устанавливать его в посадочное отверстие. Второй светильник тоже установил. Так, и теперь уже перешел к третьему. И все аналогичным образом. Ну вот, готовый результат. Смотрите, как светло стало в ванной комнате. Все, потолочный светильник и установил. Осталось еще мне сюда подключить два светильника для настенного зеркала. И ванна у нас готова получается. Если честно, то я думал, что эти светильники будут светить не так ярко. Когда я их проверял на полу, свечение как-то было не очень. А теперь в ванной, видимо, еще сказывается глянцевый потолок. Отражение, блики. И смотрится достаточно светло и ярко. Помимо этих светильников, мощностью 9 Вт, на самом деле, как я уже говорил, мощность у них составляет 6,7 Вт. Можно заказать аналогичные светильники других габаритных размеров и мощностей. Там от 5 Вт до 15 Вт. Там 5 Вт, 7 Вт, 9 Вт, 12 Вт, 15 Вт. Также, помимо обычных, это вот сейчас установлены не поворотные светильники. Можно установить еще и поворотные. То есть, они имеют ту же конструкцию, только у них вот эту составляющую можно, допустим, как-то направлять. Ну вот на этом, пожалуй, все. Закончу свое видео про подключение и установку светодиодных потолочных светильников. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был, как всегда, Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч!